В прямом эфире программа в центре внимания. У нас в студии заместитель мэра по городскому хозяйству Архангельска Святослав Владимирович Чигенов. Святослав Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Первый вопрос будет касаться проблемы ветхого жилья. Ни для кого не секрет, что в Архангельске много ветхого жилья, но данная проблема появилась не сегодня. Почему именно сейчас вопрос расселения ветхого фонда стал таким кричащим? Вы абсолютно правы, что данная проблема появилась не сегодня и далеко не вчера. Сама структура жилищного фонда такова, что город имеет порядка 7 тысяч домов, из которых 4,5 тысяч домов — это деревянный жилищный фонд. Данное наследство досталось муниципальному образованию еще в далекие 90-е годы. Это, как правило, ведомственный жилищный фонд, когда массовые дома передавались на баланс муниципалитета. На тот момент, в принципе, собственники не в полном объеме финансировали работы по содержанию данного жилищного фонда и, соответственно, по капитальному ремонту. И когда в 90-е годы передавался этот жилищный фонд, также средств, которые предусматривались по капитальному ремонту, было явно недостаточно. И вот сейчас мы видим, что эта проблема накопилась как снежный ком. И на данный момент мы считаем, что основная причина состояния жилищного фонда — это недофинансирование расходов, связанных с капитальным ремонтом и содержанием жилищного фонда. Но ведь Архангельск участвовал и участвует в программах фонда ЖКХ. Да, несомненно, город участвовал и будет участвовать и продолжает участвовать в федеральных программах. Как правило, в федеральной программе делятся два основных мероприятия. Это первое мероприятие — это программа капитального ремонта жилищного фонда и программа переселения редкоаварийного жилья. Необходимо отметить, что за последние 5-6 лет город активно участвовал в этих мероприятиях. И только за счет средств федерального бюджета было отремонтировано более 600 с лишним домов. И кроме того, за счет средств чисто бюджета муниципального образования было отремонтировано, капитально отремонтировано, подчеркиваю я, более 400 домов — это только деревянный жилищный фонд. Кроме того, несмотря на все сложности, связанные с наполняемостью бюджета, с исполнением бюджета, город предусматривает порядка 180 миллионов рублей на ближайшие три года. Кроме того, на последней сессии городской думы депутаты приняли решение об увеличении расходов, связанных с капитальным ремонтом, на 42 миллиона рублей. И в целом лимиты по 2014 году на данные виды работ будут составлять более 100 миллионов рублей, что, в принципе, позволит городу дополнительно отремонтировать 37 домов. Областная программа капремонта наконец утверждена, и с ноября оплата по статье капитального ремонта станет обязательной для жителей. А что ждет Архангелогородцев? Во-первых, что бы хотелось отметить, что обязанность по уплате взносов по капитальному ремонту горожан ждет не ранее 1 ноября текущего года. Что бы хотелось отметить, что полномочия по капитальному ремонту переданы сейчас законодательством на уровень субъекта. Данное решение вступило в силу с 1 ноября 2013 года. И тем самым, к сожалению, законодатель не определил, скажем так, правила игры в этот переходный период. И фактически население не платило порядка полутора лет в плату по статье капитального ремонта. Да, буквально вчера-позавчера региональная программа по капитальному ремонту была утверждена. Она сейчас находится в общем доступе. И обязанность по уплате, вот я повторяюсь, напомню, наступит с 1 ноября текущего года, будет составлять порядка 6 рублей 10 копеек с квадратного метра. Что бы хотелось отметить, что ранее министерство ТК ЖКХ, правительство Архангельской области, официально показало следующие цифры, что минимальный взнос по многоквартирным домам, это, как правило, 9-этажные дома, составляет 9 рублей 47 копеек. А по деревянным домам, ну, как правило, неблагоустроенный жилой фонд, 32 рубля с квадратного метра. То есть ощущаете разницу 6-10, 9-47 и почти 32 рубля. В принципе, разница большая. Ну, решение принято, мы будем с этим решением жить и работать. Но что бы хотелось отметить, что, в принципе, вот сами расходы, связанные с наполнением регионального фонда, ну, я бы сказал, наверное, сложно оценить тот объем финансовых средств, который необходим на реализацию первых этапов программы регионального фонда. Вообще, город подготовил заявку, внес ее в правительство Архангельской области в полном объеме, несмотря на то, что ранее в средствах массовой информации, в официальных, говорилось о том, что город Архангельск не предоставил данные, далеко-то не так, все данные были предоставлены. И сейчас мы имеем, в принципе, вот порядка 4 тысяч домов вошли в эту программу. Ну, вот мы проанализили, сделали краткий анализ этой программы. Программа состоит из пяти этапов, каждый этап – это пятилетний этап. И вот мы увидели, что в первый пятилетний этап, ну, входит там порядка 600 домов, хотя мы рассчитывали, что данное количество домов будет значительно больше. В то же время, на последний этап, это 2038-2042 год, отнесено порядка 3 тысяч домов, или 75% всего жилищного фонда, который предусматривается в рамках вот этой программы. То есть, они должны быть отремонтированы только в самом-самом конце. То есть, мы понимаем, что 6-10 квадратного метра и минимум 9-47, то есть, эта разница должна быть где-то предусмотрена. Поскольку регулятором является субъект, соответственно, эти финансовые средства должны быть предусмотрены в бюджете Архангельской области, этих денег нет. Поэтому мы предполагаем, что все эти затраты основные перемещены в конец программы. Но мы же должны понимать, что все эти дома, которые подлежат капитальному ремонту, они с каждым годом ведь не молодеют. А если капитально не ремонтируется, соответственно, процент износов будет увеличиваться. И целесообразность проведения капремонта через 5-6 лет уже будет неактуальна, поскольку многие дома могут превысить 70% износ. И, соответственно, уже по законодательству в них деньги вкладывать нельзя в капремонт. А значит, их надо расселять. Вот вы понимаете, о чем речет. То есть, тем самым у нас увеличивается процент условно непригодного для проживания жилья. И будут добавляться квадратные метры для расселения. То есть, опять возникают сложности у муниципальных образований в этой части. Мы, конечно, обращались и в правительство Архангельской области, и в различные станции о том, чтобы именно на базе города Архангельска сформировать отдельного регионального оператора. В принципе, законодательство это позволяет. То есть, учитывая специфику, разнородность жилищного фонда, это можно было сделать. Но, к сожалению, нас не услышали и пошли по общему укрепленной схеме в части единого регионального оператора в целом на территории Архангельской области. А как идет процесс расселения аварийного жилья? Ну, скажем так, процесс расселения тоже нас очень много критикуют. Хотя, какая-то критика принимается, какая-то критика, наверное, в большей части не принимается. Вообще, в городе Архангельске, город также участвует в программе реализации по расселению взведкового аварийного жилья. В рамках программы, которая предусматривает реализацию 2013-2017 года, мы планируем расселить около 111 тысяч квадратных метров. Первый этап у нас подразумевает расселение порядка 13 тысяч квадратных метров. И в этой ситуации мы запланировали строительство домов по улице Конзихинская, Северный округ. Это три дома общей площадью, наверное, 1800 квадратных метров. И основной объем, конечно, в реализации программы первого этапа, это на улице Цегламенский. Это Цегламенский, Цеглогорский округ. Наверное, все об этом знают. Там мы планируем расселить порядка 11,5 тысяч квадратных метров или там 13 секций, что позволит, в принципе, удовлетворить потребность 845 горожан. Вот нас опять же упрекают и критикуют, что мэрия города Архангельска, скажем так, с опозданием проводит все процедуры. Но далеко не так. Ведь общеизвестный факт, что заявка города Архангельска была удовлетворена только в июле 2013 года. А мэрия города Архангельска уже на январь 2013 года имела проект, прошедший госэкспертизу по домам. Мы приступили к формированию земельного участка. То есть у нас уже планы были, и мы уже планомерно подходили. Но, к сожалению, административные регламенты, административные процедуры, конкурсные процедуры, они отнимают большое количество времени. И поэтому мы сейчас находимся в той стадии, что территория у нас уже подготовлена, у нас разработаны проекты, которые проходят госэкспертизу. И, в принципе, я думаю, что мы в середине мая, может быть, даже между праздничных этих дней, мы объявим уже конкурсную процедуру на строительство домов. Световслав Владимирович, скажите, а на расстеление ветхого жилья направлена программа развития застроенных территорий? Да, конечно. Это чисто областная программа. Ой, прошу прощения, чисто городская программа. В рамках этой программы у нас планируется, сформировано, вернее, 44 территории, из которых по 12 территориям уже разыграны конкурсы и заключены контракты. В рамках этих контрактов планируется расселение порядка 38 жилых домов. То есть застройщики строят дома на территории и одновременно расселяют те дома, которые имеют статус, как правило, ветхие и аварийное жилье. А в целом по программе планируется расселить порядка 183 домов. Хотелось затронуть еще отдельную тему, это судебное решение по предоставлению жилья. Да, это тоже, скажем так, довольно-таки актуальная проблема для города Архангельска. Люди видят и понимают, что с социальным жильем, с муниципальным жильем в городе очень плохо. И люди просто подают суды. На данный момент мы имеем более 1800 судебных решений. И на выполнение этих судебных решений нам понадобится более 4 миллиардов 300 миллионов. При этом собственных доходов в городе Архангельске составляет 4,5 миллиарда рублей. То есть годовой бюджет мы должны направить на судебные решения. Но как мы с этой проблемой справляемся? Первое, естественно, судебные решения будут у нас исполнены в рамках программы переселения взятковоаварийного жилья. То, что реализуется за счет средств федерального областного бюджета. И также мы, например, в 2011 году мы направили порядка 180 миллионов рублей на исполнение судебных решений именно по улучшению жилищных условий. В 2012 году у нас это не получилось, поскольку доходов не было возможности направить средства из муниципального бюджета. Мы обращались в правительство Архангельской области. Но, к сожалению, там и поддержки не увидели, не услышали. И нам было рекомендовано за счет собственных средств эти мероприятия выполнять. Что, в принципе, мы и сделали. В 2013 году мы на исполнение судебных решений по предоставлению жилья направили порядка 60 миллионов рублей, что позволило нам исполнить 34 судебных решения. Да, этого недостаточно. И в связи с этим мы в бюджете 2014 года и на среднесрочную перспективу также предусмотрили у нас порядка 150 миллионов рублей на исполнение судебных решений. Ну вот и такой вопрос. А почему по федеральной программе расселения аварийного жилья в Архангельске строятся только малоэтажные дома? Ведь выгоднее строить многоэтажные дома. Ну, здесь, скажем так, с какой стороны смотреть? Выгодно, невыгодно? Ну, вот основная причина, почему строится малоэтажное жилье, это, во-первых, мы ограничены федеральным законодательством об энергосбережении и самим 175-м федеральным законом. А именно, чтобы выходить на строительство домов от трех этажей и выше, должны быть в муниципальном образовании выполнены ряд условий, такие как оприборивание, так называемые. То есть, квартирные дома должны иметь определенный процент приборов общедомового учета по воде, по теплу и по электроэнергии. Значит, данный порог — это порядка 70% по каждому виду энергоресурса. По тепловой энергии, по электрической энергии мы эти условия выполняем. К сожалению, по водоснабжению данный процент у нас не выполнен, он составляет порядка 20%, что не позволяет нам реализовать данное мероприятие и выходить уже на строительство домов в большей этажности. Значит, я бы хотел на этой проблеме поподробнее остановиться, поскольку обязанность по установке общедомовых приборов до 1 июля 2012 года, она лежала на собственниках. К сожалению, собственники, которые не приняли к этому периоду решение, значит, получается, что ресурсоснабжающая организация обязана за свой счет установить общедомовый прибор учета, и у собственника возникает право в течение пяти лет оплатить данный прибор. В нашей ситуации ресурсоснабжающей организацией является МУП «Водоканал», который все прекрасно понимают, какое тяжелое финансовое положение у него. В тарифных мероприятиях, в тарифных решениях установка общедомовых приборов учета отдельной строкой не прописывается. Эти мероприятия можно выполнить либо за счет прибыли, которую «Водоканал», ну а прямого иметь не может, либо за счет привлечения кредитных средств. «Водоканал» второй год не может ни одного получить кредитного рубля. Мы все-таки считаем, что данное решение может быть реализовано только при условии четкого и сбалансированного тарифного регулирования в отношении «Водоканала». К сожалению, это сейчас мы не видим. Да, говорят, там большие потери, какие-то финансовые издержки, но поскольку в различные проверки проходили замечания, никогда не выявлялось. Сейчас эта ситуация, вот она также очень сильно освещается в средствах массовой информации. И понятно, что «Водоканалу» вот мероприятия по выполнению о приборе очень сложно сделать. Средняя потребность для о приборе многоквартирных домов составляет порядка 300 миллионов рублей. Представляете, какая сумма должна быть привлечена «Водоканалом» для установки этих приборов учета. И если возникает обязанность в течение пяти лет вернуть эти деньги, то нагрузка еще на «Водоканал» возрастает. В связи с этим, получается, что не выполняя условия 105-го федерального закона, мы не можем строить многоэтажные дома. Хотя основные затраты связаны со строительством домов. Это понятно, что это земельная инфраструктура и коммунальная инфраструктура. Вот мы строим в Цыгламини сейчас, подготавливаем территорию. Расчеты показывают, что мы направляем все затраты, которые связаны по муниципалитету, это порядка 230-240 миллионов рублей. Или в пересчете на общую площадь, которая будет построена, 10 тысяч рублей на квадратный метр. Цена, согласно требованиям фонда, стоимость квадратного метра 34 600. То есть разницу 10 тысяч рублей на квадратный метр мы оплачиваем за счет средств муниципального бюджета. Общая сумма капитальных уложений, как я уже отметил, 230 миллионов рублей. При этом фонд нам дает на все мероприятия 513 миллионов рублей. Мы понимаем, что порядка 50% город сам дофинансирует на все эти мероприятия. То есть городу в этой ситуации очень тяжело. Как раз в связи с положением водоканала, как решается вопрос об эксплуатации очистных сооружений СЦБК? Будут ли они переданы городу? Да, я думаю, что очистные сооружения будут переданы городу. Город принял решение передать потом на эксплуатацию очистные сооружения Муфода-канал. Буквально сегодня у нас прошла рабочая встреча при мэрии города Архангельска с Николаевичем Павленко. Мы приглашали представителей СЦБК и обсуждали технические вопросы. Почему мы не сделали это раньше? Опять же, средства массовой информации говорят, что мэрия затягивает процесс. Но далеко не так. Чтобы выйти на процесс заключения договора, мы должны определить рыночную стоимость аренды этого имущества. Чтобы определить стоимость имущества, мы должны были получить перечень имущества. Первый комплект документов от СЦБК мы получили только в январе текущего года. Последнее уточнение и дополнение по этому перечню мы получили 23 апреля. Когда 29 апреля мы должны были уже сделать оценку и сделать оферту СЦБК. К сожалению, мы технически не могли это выполнить. Опять же, вжатые временные рамки. Сейчас мы уже провели конкурс на определение организации, которая будет проводить аудит и оценку стоимости имущества. Я думаю, что мы в ближайшее время, это может быть дней 10-2 недели, мы направим водоканал в СЦБК соответствующие предложения. Проект договора мы уже передали. Осталось нам только определиться с ценой и сделать уже официальное предложение СЦБК. Я думаю, что это в ближайшее время решится и горожане наши не почувствуют проблем в части очистки стоков. Кроме того, водоканал также примет на работу тех людей, которые сейчас находятся и работают на СЦБК, обслуживают очистные сооружения. Это порядка 100 человек. То есть люди не будут оставлены и отправлены на улицу. Ну а что касается вопросов, возникших по расходованию средств кредита Европейского банка реконструкции и развития? Значит, что бы мне хотелось сказать. Во-первых, все мероприятия, которые связаны были с получением кредита ЕБРР, получением гранта, все это проходило под строгим и четким контролем самого банка. То есть все конкурсные процедуры, все мероприятия, все они проводились под контролем и под согласованием с банком ЕБРР. Кроме того, те мероприятия, которые уже были выполнены и принимались водоканалом, мы потом уже впоследствии оплачивались, также проходили проверку экспертного совета самого банка. Значит, почему водоканал, наверное, не смог буквально в последние годы производить оплату и обслуживание этого кредита? Опять же, я повторюсь, это все обусловлено самим тарифным регулированием и тарифной политикой, которая идет в отношении водоканала. Само условие предоставления кредита говорило о том, что мероприятия, выполненные в рамках этих финансовых средств, те мероприятия, которые, то имущество, которое было построено или модернизировано, оно должно было быть передано водоканалу, зачислено в его казну, и уже все эти издержки должны быть включены в тариф. Ну, соответственно, эти мероприятия, они должны потом в последствии были компенсировать расходы, связанные с получением тарифа и обслуживания кредитных ресурсов. К сожалению, на данный момент это сделано не было. И вот в середине 2013 года водоканал просто не смог платить. Мы понимаем ситуацию, все счета арестованы, все заблокировано, не то, что не мог платить по кредиту. Потому что осуществлять свою финансовую хозяйственную деятельность водоканалу было довольно-таки тяжело. Несмотря на это, он более 40 миллионов рублей водоканал изыскал в течение 2013 года и заплатил. Но, к сожалению, он это сделать в последствии дальше очень было тяжело. Мы обращались неоднократно и в правительство Архангельской области, чтобы оказали финансовую поддержку. Там средняя цена, сумма финансовых средств в квартал, это порядка 11 миллионов рублей. Мы тоже поддержки не увидели, не услышали и, к сожалению, мы оказались в такой ситуации, что водоканал в итоге снова не смог платить. Но поскольку гарантом по данному обязательству является правительство Архангельской области, банк был вынужден обратиться к области и правительство Архангельской области оплачивает все эти мероприятия. В адрес мэрии Архангельской прозвучали упреки в нежелании участвовать в проекте строительства межмуниципального мусороперерабатывающего комплекса. Справедливы ли они? Ну, скажем так, мэрия города Архангельска, я лично говорю на всех уровнях совещаний, на всех встречах, что город только за создание межмуниципального полигона. Но есть ряд моментов, которые не были отражены в конституционном соглашении, в котором подписано правительство Архангельской области и организация, которая будет осуществлять эти мероприятия. Во-первых, три основных момента, на которых мы настаивали, это было еще и в 2013 году, на всех совещаниях мы их обозначали. Первое, это рекультивация существующей свалки, существующего полигона, который находится на территории города Архангельска. Второе, это размещение мусора в перегрузочных станциях на островных территориях, такие как Кега, Бревенник, 29-й лицезавод, формирование и строительство также мусороперегрузочной станции на существующие свалки. И самое главное, ну не самое главное, тоже одних из самых важных, это участие предприятия нашего муниципального спецавтохозяйства по уборке города со своими силами и средствами в реализации данного конституционного соглашения. По основным двум позициям, по перегрузочным станциям, по участию САХа, принципы, наверное, принципиально договорились. Но остается нерешенный вопрос рекультивации свалки. Говорить о стоимости этой рекультивации свалки очень сложно, потому что нет пока на данный момент проекта. Вот. И на данный момент, наверное, из трех муниципальных, четырех муниципальных образований только город Архангельск фактически готов участвовать со своим земельным участком. То есть у нас полностью сформирован этот участок, у нас полностью проведены все экспертизы, получены все разрешительные согласования на размещение этого полигона. Но вот вопрос рекультивации свалки остается под большим вопросом. Нам обещают и гарантируют только на словах, что да, мы поучаствуем в федеральной программе по рекультивации свалки. Мы направили заявку, но у нас нет гарантии и уверенности, что данные мероприятия будут учтены, и мы войдем в федеральную программу. Мы просто можем оказаться, отдав земельный участок конституционеру, у нас будет закрыта существующая свалка. Кроме того, по существующему конституционному соглашению, что бы хотелось отметить, что стоимость утилизации по концессии составляет порядка, могу в цифрах ошибаться, 800 рублей за одну тонну. Сейчас тариф в ЦАХ по утилизации мусора составляет порядка 300 с небольшими рублей. Представляется разница в тарифе опять практически в три раза. На кого лягут эти расходы, на кого лягут затраты, на население, на управляющие компании, либо эта разница будет предусмотрена в бюджете Архангельской области. Мы тоже этого не знаем. Но если мы все эти затраты переложим на население, на управляющие компании, в три раза рост цены по тарифу, это тоже, мы считаем, неприемлемо. И мы можем получить такую ситуацию, что управляющие компании не будут заинтересованы привозить мусорно-перегрузочные станции на свалки, а просто будут сваливать в каких-то темных уголках нашего города Архангельска. Вы понимаете, о чем речь идет? И вот мы все свои требования, все свои опасения высказываем, но, к сожалению, в очередной раз мы четко вразумительного ответа не слышим. Это вопрос рассматривался и на уровне областных депутатов. Но я думаю, что вот 8 мая у нас запланирована рабочая встреча, приезжают представители консистенера, представители правительства Архангельской области. Мы сядем за стол переговоры, будем просто договариваться. Ну и напоследок, как вы считаете, необходимо ли пересмотреть порядок распределения средств регионального дорожного фонда? В Архангельске, где живет треть населения, сосредоточено более 100 тысяч единиц автотранспорта, нагрузка на дороги очень серьезная. Да, абсолютно с вами согласен. Вы сказали, что 100 тысяч автомобилей зарегистрированы при численности населения 350 тысяч человек. То есть практически на каждого жителя, на одну машину приходится три жителя. Плюс еще количество тех гостей, которые приезжают в областную историцу из других городов, из районов области. То есть транспортный поток, транспортная нагрузка на дорожную инфраструктуру довольно-таки велика. Что бы хотелось отметить, что в области сформирован дорожный фонд более 4 миллиардов рублей. Из них город получает только 70 миллионов рублей на текущее содержание автомобильных дорог. Но мы считаем, что это несправедливо. Взяли примеры, тут же город Северодвинск на расходы по дорожному фонду составляет более 400 миллионов рублей. Кроме того, дополнительно сейчас уделяется Северодвинску еще 138 миллионов рублей. И мы всегда предлагали и говорим о том, что необходимо вернуть программу развития города как областной центр. Там как раз были предусмотрены в том числе мероприятия по новому строительству дорог, по капитальному ремонту. Ведь мы на эти мероприятия, я уже говорил вашим коллегам о том, что у нас проектов по дорогам разработано больше, чем на 700 миллионов рублей. То есть мы потратили на эти мероприятия около 100 миллионов рублей. И сейчас проекты, прошедшие госэкспертизу, просто лежат на столе и ждут своей очереди. Но срок экспертизы, он тоже недолг. Три года. Проходит три года, значит мы снова направляем деньги на актуализацию этих проектов, на прохождение этой экспертизы. И получается, что несем дополнительные затраты, что далеко, по нашему мнению, неправильно. Но мы будем все равно в этом направлении работать. Плюс у нас есть еще ряд идей по улучшению дорожно-транспортной ситуации в городе Архангельске. Здесь мы совместно с ГИБДД работаем. У нас создана комиссия по безопасности дорожного движения, в которую также входят депутаты городской думы. И тяжело, но мы будем выходить из этой ситуации. Светослав Владимирович, я благодарю вас за беседу. Время нашей программы подходит к концу. Поздравляю вас с наступающим праздником. Ну и напомню, у нас в студии был заместитель мэра по городскому хозяйству Святослав Владимирович Чинюнов. Это была программа «В центре внимания» в студии работ Лилина Гончарова. Прощаюсь с вами. До следующей недели. Всех с наступающим праздником. Субтитры подогнал «Симон»